Всем привет! С вами проводник по городу Кристина и программа «Я в Бийске». Сегодня я нахожусь на бульваре Петра, где проходит заключительный день музыкального марафона «Ритмы улиц». Ребят, привет! Вы сегодня открыли заключительный день музыкального марафона. Расскажите о своей группе. Что за группа, как называется? Вообще у нас как таковой группы нет. Сборный состав? Да. Мы собрались в первый раз ради этого выступления. Кто-то занимается музыкой давно, кто-то давно не занимался. Вот Настя, по сути, для себя впервые за долгое время открыла выступление. Уже сколько лет? Лет 10 не выступала никогда. И тут такое событие крупное, городское. То есть у вашей импровизированной группы сегодня дебил. Впервые вместе собрались? Да. Но еще не факт, что мы будем дальше вместе. То есть мы специально буквально под данное мероприятие взяли, собрались, колоктили, сделали фирмовые песни классные. Настя шикарно все это сделала. Она просто мега монстр в плане вокала. Замечательные песни фирмовые, западные исполняет просто на высоком классе. И с ней приятно работать. А как считаете, насколько такие масштабные мероприятия важны для нашего города? Мы сами не ожидали, но уровень проведения не предполагал, что будет настолько массовый выхлоп. Нам пишут люди, которые хотят заниматься музыкой. Молодые ребята. Многих людей это интересует. Люди мимо проходят, и для них это представляет какой-то интерес. Конечно, уровень разный совершенно исполнительского мастерства. Но тем не менее, с чего-то нужно начинать. Ребят, всем привет! А вы чем тут занимаетесь? Репетируем, поем песни. Вы тоже участвуете в фестивале? Ну, возможно, будем, да? То есть, пока что нет? Вы себя только настраиваете и проверяете, готовы ли? Да-да-да, именно так. Ну, посмотрим. Если будет время, собственно, в конце выступления, то выставим, конечно. Не знаю. А в целом, как настроение? Как вообще идея вот такого музыкального марафона? Ну, это, наверное, самое классное, что здесь в Биске на данный момент. Хорошо, что он есть вообще в принципе. Это очень круто. Настроение. А чем круто? Ну, то, что собирается огромное количество людей, вообще музыку продвигают в целом. То есть, это вообще то, что нужно, я таскал. Матажуры, как голос, мои теплые губы. Нам так нравится мерзнуть, нам не нравятся клубы. Сейчас я буду общаться с организатором уличного музыкального марафона, с Андреем Сухаревым. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как вам в голову пришла такая идея на улице организовать вот такую живую музыку? Ну, мы занимаемся на музыкальных студиях бит. Мы подумали, почему бы и не сделать какое-то молодежное музыкальное движение в нашем городе. Чтобы живая музыка играла в парке, чтобы люди вот так стояли, слушали музыку, веселились, танцевали. Это же круто. Как давно у вас возникла эта идея? С того момента, как нам предложили поучаствовать в конкурсе муниципальных грантов, суть этого проекта в том, чтобы сделать наш город более современным, чтобы здесь было какое-то движение, чтобы музыка играла, чтобы было весело. Девушка, здравствуйте. Скажите, вы впервые пришли на такое мероприятие? Да, 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 я впервые здесь. Очень атмосферно, очень нравится. А откуда узнали, что проходит такой марафон? В группе ВКонтакте было объявление о том, что каждое воскресенье проходит такое мероприятие. И мне очень понравилась эта идея сама, потому что это такое сплочение, как бы, наше. И танцовать? И танцовать, и петь можно. Классно, мне нравится. Скажите, вы в первый раз пришли на такой музыкальный марафон? Да, первый раз. А откуда узнали про это мероприятие? Вдруг выступает. Пришли поддержать. А почему раньше не приходили? Не знаю о таких мероприятиях. Я теперь раз услышала. Вам как? Как оцениваете, как ребята выступают? Очень классно, очень интересно. Какие мероприятия для БИСКО, они важны или нет? Вот ваше мнение. Конечно, важны. Они сплочают народ. Потому что молодым артистам надо продвижение. И очень прекрасный шанс. Мы живем рядом, и каждое воскресенье смотрим из окна, и решили наконец-то услышать воочию. Вам, как зрителю, насколько приятно, что ребята играют в парке. Это здорово. Я люблю музыкантов. Мой брат учится и работает в филармонии. Музыканты – это огонь. Я таскавал по тебе минуты расставания. Ты возвращалась ко мне сквозь мини расстояния. Но несмотря ни на что, пришла судьба злодейка. И у любви у нашей села батарейка. Скажите, как называется ваша группа? Ваниль. Кто придумал такое оригинальное название? Вместе. Оно просто пришло само собой. Потому что стилистика нашей музыки соответствует нашим названиям. Вы поете ванильные песенки? Да, можно так их называть. Они ванильные и про любовь, так скажем, в основном. Как давно занимаетесь музыкой? Когда возникла ваша группа? Группа возникла недавно, где-то уже полгода, наверное, да? Да, где-то полгода. Но музыкой мы все отдельно очень долго занимаемся. Кто-то долго, а я, например, занимаюсь музыкой около двух лет. Это все равно много. Такие мероприятия, по вашему мнению, насколько они важны для нашего города? Очень важны, мне кажется. Аналогов в городе? Да. Таких нет. Я думаю, что если хочешь движуху сделать в городе, сделай ее сам. Просто прогуливались мимо и увидели интересное действие. То есть вы впервые пришли? Да. Ну и как вам в целом? Оцените обстановку. Очень положительно оцениваю. Это очень хорошая затея, то, что молодые группы бийские выступают и показывают себя, дают о себе знать. Как думаете, для кого больше плюсов? Для ребят, то, что они играют, выступают, или все-таки для зрителей, которые пришли послушать? Я думаю, одинаковые и для зрителей, и для ребят. Потому что для зрителей возможность приятно провести вечер, послушать хорошую музыку, особенно для молодежи. Ну а для ребят лишняя практика – выступать на большой публике. Мы мимо проезжали, дети сказали, пойдемте смотреть. Скажите, а как вам такая идея? Здорово, классно. Почаще бы такого. У нас в городе мероприятия не так часто проходят. А насколько такие мероприятия важны для бийчан? Ну, я думаю, что важны, конечно. Люди общаются, можно посмотреть, молодежь, все встретились. Не где-то под воротник шарятся, а развиваются культурно. Сегодня заключительный день музыкального марафона. Будете скучать по вашим концертам? Конечно, будем, но это наш не последний концерт в любом случае. Так что будем нарабатывать репертуар и стремиться к большей публике, так скажем, к большим концертным площадкам. А какие планы на ближайшее будущее? Ну, будем ждать предложений других от возможных фестивалей. Вскоре будет Крылья фестиваль. И я думаю, это будет не последний фестиваль, на котором мы сможем выступить. Вот и завершается музыкальный молодежный марафон «Ритмы улиц». Каждое воскресенье на протяжении всего августа молодые группы и сольные исполнители воплощали в жизнь интересные кавер-версии и свои собственные песни. Сегодня на Бульваре Петра была особенная атмосфера. Зрители танцевали и пели вместе с исполнителями. Но на сегодня наша программа заканчивается. Я с вами прощаюсь. Увидимся на следующей неделе. Смотрите программу на странице Бисского телевидения, на видеохостинге YouTube, в группах «Биск мой город», в социальных сетях «Одноклассники», «Фейсбук» и «ВКонтакте». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова